Ну, все это произошло с пятницы на субботу, насколько я помню. В субботу, как всегда, я пошел в школу. Мы отсидели несколько уроков, неполное количество, которое нужно было. Нас отпустили раньше, выдав таблетки, йода. И наши учителя сказали идти домой. При этом нам не сказали всю серьезность ситуации, не сказали конкретно, что произошло. Просто сказали идите сразу домой, никуда не заходя. Придя домой, к тому времени у меня уже мой отец вернулся с работы, уже имел представление, что случилось. И он сказал мне и моему младшему брату сидеть дома, не выходить, закрыть окна. Но при этом тоже надеялись на лучшее, что не будет еще эвакуации на тот момент. Ну, и он с мамой ушел к бабушке по делам. Восемь лет было обидно наблюдать в окно, как другие дети играют, а нам почему-то по каким-то непонятным причинам приходится сидеть дома. Я знаю, что в субботу играли свадьбы еще в Славутичи, были гуляния, кто-то отмечал дни рождения, все кафе были заняты, насколько я знаю. На тот момент еще мало кто знал, что на следующий день всем придется уехать более чем на 30 лет. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я приходу часто, заходу каждый день, другий раз поплашу, другий раз похожу, так, не живе, просто я так наблюдаю, выбираю трохи, но тут уже и крыша течет тоже. Протекает крыша, так, трохи подлажаю, да подмазаю, да все таки. Чтоб зовсім не обпалу. А кто тут будет жить? Нема кому жить? Тут же не обещай, никто жить не таки. А шо тут без строяки, а кто сюди приедет? Соли на курапе. I don't have a refrigerator, so I salted some meat. Баба хай живе. Церапа. Это куратина тут и козлятина тут. Chicken and some goat meat. А это козлятина тут. Церапа. Просто соли, вода. Соли и вода. И не надо холодильника. Я когда-то так и сделала, так долго оно стояло. Ну, шо я буду делать? Ну, шо я буду робить сама? А мне так лежу в божалку хату, знаешь. Тут я став на день, перевернуть, вот таке буде. Так, можно в любую хату зайти, что будет. Это, чтобы я эту хату не глядила, тут бы перевернули, уже до гори ногами все. И не было бы ни денег. Доживаем, дай добре. Оate, давай. Зад Yani паль countами. Давай, что бы para, шо я добибoid. Я делаю. Я дал . Добавляй . Давай, чтобы получить классные получения. Из перимий на под بعد, а. Бowyной! Ну, нах! Замас Dank сам, various playsrias. Ну конечно, но я не думаю уже зимовать их, потому что я болею часто, но нет на кого оставлять. У меня сахарный диабет и часто астма. Нет на кого оставлять. Так я не знаю. У меня зиму, наверное, жалко, но придется идти и падать. Я люблю, конечно. Залию. Конечно, я люблю. Зараз баба даст. Зараз баба даст. Зараз баба даст. Зараз баба даст. Я говорю, не пересидит. Я говорю, чтобы место было в машине. А в его опел цей белый. Да, там место будет. Ну, будет. Приехала она. Приехали ж они. Только они сказали, что бери паспорт. Ну, приехали в детские на КП. Там же треба паспорти показывать милиции. Юрко каже, дай ей свой паспорт. А она вытягла, дала. Он пошел, отметился, что сколько везет в машине. И тогда же треба знову, чтобы назад они же выезжали. Они же записаны в пропуск. И он пришел, отдал ей паспорт. Она снова заховала и приехала сюда, в двор. Уже тут пау ходит. Вона уже гостинца там привезла. Так ходит. Это я иду, и она за мной так ходит, глядит. И куди я пошла, и она за мной так ходит. И сзаду да глядит. Потом на деда глядит. И это же Юрко уже по двору ходит, глядит вона. Это же внуки поприезжали, все. И невестка сяраня тут. А потом Юрко иди сюда, а вона догоняй. Юрка нас тако за плечи. Юра, Юра, Юра. Что ты хочешь, Надю? Ты за долго в хату? Мне кажется, сейчас выйду. Она встала там и стоит. Я говорю, что так? Пойду же, он говорит, что хочет, попитает меня та Надя, что она хочет. Вошел. Юра, покажи мне, где та зона. Его питает. Покажи мне, где та зона. А он говорит, а ты же мне давала паспорт? Давала. То ты же уже в зоне. А че ж твоей матке косы? А казали, что в нее же повелазили косы. Он говорит, что ей уже обидел. Так не требовало ему казать. А он говорит, что ты дурна? На ее. Ну, он уже грубо сказал. Ну, это же говорит, что косы повелазили. Да, там такие роги растут. Да, что видно? Ну, что видно, говорит, уже на эту зону. Так они уже побули у нас тут. Так она тогда уже походила, сюда и в хвойник ходила, и тут по селу уже ходила. То это же не зона, а Карпаттий. Это же на весне. Там еще черемуха цвела. Воно ж из болота воздух. А черемуха ж пахнет на все село. А там же, как наказали. То же, что хочешь. Что про нас сказать, маньяк? Мы маньяки уже, те, что ставят на просу. Вот такая зона. Ну, а случай, можно сказать, даже начать с того, что я люблю этот город. В этом городе я провел больше половины своей жизни. У меня здесь очень много друзей. У меня живут здесь мои родители. А когда живешь рядом с... Когда родители, точнее, живут рядом с тобой, это... Ну, как это... Это дорого стоит. Много... Многое значит. Меня зовут Алексей Притко. С 1977 года рождения. Сейчас мне уже полных 41 год. Женат. У меня двое замечательных детей. Работаю на строительстве арки. Моя профессия IT-специалист. Мы работаем в американской компании, TMC, Technology Management Company. Вот. По окончанию контракта, думаю, продолжить свою деятельность, может быть, даже за границами Слаутича. Но сердце мое, наверное, останется здесь. Спасибо. Моя профессия. Их ваша профессия. КОНЕЦ Дом, домы там, где тебя ждут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok